Спасибо. 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 пришлось пройти довольно долгий путь. Поэтому у меня лекция будет делиться на две части. Мы сначала начнем с изменений, то, что я вижу здесь на экране, среда обитания, формирование нашей среды обитания и отношение к этой среде ландшафтной архитектуры, как она формировалась, виды садов, вообще виды формирования пространства. И в конце, если это будет интересно, мы можем немножечко затронуть тему, что с нами происходит сегодня и что такое ландшафты сегодня. Так что давайте я тогда начинаю. Я хотела начать издалека. И если мы будем говорить о том, как мы формировались как люди, то 200 тысяч лет назад с Юга Африки вышли гомо-сепис. Это, правда, не андертальцы, но вышли наши предки, которые по биологическому виду были близки к нам. Вот этот момент происходил тогда, главное формирование человека, тогда, когда на Земле был очередной ледниковый период, последний ледниковый период. Сложные условия жизни научили людей шить себе одежду, строить укрытия и научили их новым видам охоты и рыболовству. Вот как расселялись люди по нашей планете с течением тысячелетий. 200 тысяч лет назад с Юга Африки выходят гомо-сепиенс и вытесняют гоминидов и неандертальцев уже на северных берегах. От наших предков, таких далеких, которые в основном занимались охотой и собирательством, у нас остались наскальные рисунки и изображения палеолитических венер. Ну, на самом деле, тот, кто изучал историю искусств, помнит, что это, наверное, первое изображение, с которого начинается знакомство с искусством вообще. Люди формировали свой взгляд на окружающий мир. И этот мир был довольно сложным для них. Мир, который давал им пищу, давал им кровь, давал им всё, что было вокруг. И, с одной стороны, и, с другой стороны, давал им представление о том, как выглядели первые боги людей. Они были такие же жестокие, такие же могущественные, как силы природы, и такие же хитрые, как сами люди. То есть вот так формировалось отношение у человека и природы. Шло время, и ледниковый период ушёл. Тающие льды образовали привычные нам ландшафты. Они ушли, и потоки вод, берега озёр, морей и рек стали для людей местом обитания. Люди начали видеть новые ландшафты, и постепенно в их жизнь вошёл новый способ производства. 12 тысячелетий назад люди начали выращивать злаки. Это мы тоже знаем все из далёкой истории. Это очень серьёзно изменило мир человека. Вот здесь вы видите большой фиолетовый круг и маленький зелёный квадрат. Общение людей, которые занимаются охотой и собирательством, для того, чтобы прокормиться, общение из 30 человек, требовалось пространство, равное вот этому огромному лиловому кругу. А люди, которые перешли на сельскохозяйственный способ производства, довольствовались вот этим маленьким квадратом. Жизнь человека сузилась, с одной стороны. Его пища стала более однообразной, но более обильной. Постепенно земледелие стало распространяться по земле, и стиль жизни, и человеческие ландшафты начали меняться. Первыми ландшафтами, которые создавали люди, были поля, огороды, сады, и дороги будут потом. Мир сначала разделился как тарелка, на которой лежали различные злаки. Культура людей, так же, как и пища, которую они выращивали, были достаточно разные. Может быть, всё-таки по отношению к охотникам и собирателям, мир людей, занимающихся сельским хозяйством, стал более разнообразным. То есть культуры становятся более разные, люди начинают по-разному видеть свой мир. Но основа у них всё-таки, на самом деле, я могу сказать, как историк, что мы очень похожи, и мы очень дружно развиваемся, наш мир. Настолько дружно, что даже иногда кажется, что как единое целое, несмотря на достаточно разные культуры. Да, действительно, разные культуры, но, тем не менее, смысл общения был очень похожий. Помимо деревень, вот тут показано, что возникают первые открытые пространства, это поля, это некоторые огороды, и внизу мы видим ещё очень интересная линия из странных сооружений. Это были мингиры, дольмены, крамлехи. То, что люди, когда они переходят на новый способ производства, на способ производства сельскохозяйственный, и пастбище начинают сооружать. Мы до сих пор удивляемся и думаем, что как люди далёких эпох сумели создать такие сложные с технической точки зрения сооружения. И часто бывает даже так, что начинаем приписывать это то ли инопланетянам, то ли ещё каким-то странным древним богам. На самом деле, это были произведения наших далёких предков, но они носили, на мой взгляд, особый характер. Дело всё в том, что производство сельскохозяйственное было гораздо более совершенно и более передовое по сравнению с охотой и собирательством. И люди, жившие в сельскохозяйственных общинах, общины становились намного более многочисленны, и избыток пищи давал возможность разделить профессии. Вот эта община уже могла создавать достаточно сложные и достаточно крупные сооружения, с одной стороны. А с другой стороны, эти сооружения были необходимы людям, ведущим новый способ производства. Они были как оружие для них. То, что могли люди построить, создать, собравшись вместе, воздвигнуть огромные сооружения, устрашало окружающие племена. Они говорили о том, что эта община, которая работает как пирамида, недаром пирамиды в дальнейшем будут главным сооружением, но вот эта община настолько сильна, что созданные ею сооружения могут устрашать и подавлять окружающие народы. Главной ценой был хлеб. Хлеб, рис, злаки. Это была валюта, это были деньги, это было богатство. И земля, которая могла давать пастбище или поля с пищей. Но со временем в жизнь людей входит металл. Сначала они входят как в плане обмена и торговли, а потом они становятся уже необходимыми в производстве. И тут постепенно начинают возникать крупные деспотии. Это уже сложные такие человеческие сообщества. Человеческие сообщества, которые выращивают большое количество разных злаков. Человеческие сообщества, где господствуют самые разные, самые сложные отношения внутри общества. Но дело всё в том, что эти сообщества отличаются одной очень важной вещью. Они чувствуют себя как один организм. И у человека в этих сообществах не было личного лица. То есть он не был отдельной личностью. Он был частью коллектива. Будь он рабом или фараоном, он всё равно был частью коллектива. Как в монолите пирамиды. И именно это как-то утверждало смысл движения и жизни долгие тысячелетия на берегах рек. Охота стала постепенно делом избранных. Потому что для вершинки пирамиды было важно, что красивая одежда и иная вкусная пища – это были отличительной чертой людей имущих. Вот такой вот взгляд, когда даже изображение главы государства становится выше и больше. Хотя это не государство, это деспотия ещё. Мы не можем назвать это словом «государство», как называем сегодня наши страны. И строительство гигантских сооружений. Это были, как правило, сооружения, посвящённые правителям. И символ пирамиды. Хлеб разделил людей на группы сначала, и потом разделил их на касты. И эти касты, каждая знала своё место в Великой пирамиде. И выхода не было из этих каст. Так же, как, в общем-то, человек рождался и умирал в касте. И так же в той же касте ему предстояло родиться и умереть в загробном мире. Боги были безжалостны. По-прежнему были безжалостны. Люди постоянно выступали в борьбе с этими богами. И иногда даже побеждали самих богов. То есть это была такая довольно сложная, иерархически запротоколированная жизнь людей. Это изображение, знаете, Гильгамеш, Нкиду, Хобаба. И довольно интересный эпос о Гильгамеше. Если интересно, можно почитать захватывающее чтение царя Рока. Правители вспоминали о далеком времени, когда на земле жили боги и люди. И боги жили в удивительно красивых садах. И были сильнее и могущественнее людей. И правители строили себе такие великолепные сады, парадизы, окруженные, огороженные от мира. И, подобно богам, восседали в своих парадизах. Постепенно земледелие распространилось по земле. Появились новые культуры. Новая культура, которую мы называем бронзовый век, железная культура. И что самое интересное, это вот мы видим, видно здесь, да, четыре деспотии. Ну, как четыре райские реки. В долинах рек, Янзы, Ганга, Тигры, Ефрат и Нил возникают первые могущественные государства, о которых мы уже сегодня говорили чуть-чуть. Как я уже говорила, уровень благосостояния и уровень положения в обществе определяла иная пища и одежда. Специи. Специи стали важной частью рациона людей, которые могли себе их позволить. И шелк. Они стали тоже важной частью жизни людей, которые могли себе это позволить. И где-то с середины последнего тысячелетия до нашей эры возникают караванные пути. По далеким дорогам пошли товары. И пошли в первую очередь специи и шелк. Специи и шелк двинулись в другие страны. Итак, если мы будем говорить о том, как люди организовывали наш мир, то сначала это были огромные сооружения, это были пирамиды, это были грандиозные сооружения, которые создавали деспотии, подчеркивая мощь цивилизаций. И дальше вторым сооружением это были пути, караванные пути или коммуникация. Это ландшафт. Люди формировали окружающее пространство. Сначала объединив их грандиозными сооружениями, а потом проложив между этими сооружениями пути. Ландшафтные сооружения середины последнего тысячелетия до нашей эры остаются и сегодня. Это, например, Великая Китайская стена или Римские дороги, которые мы тоже восхищаемся и удивляемся созданием этих сооружений. Это виадуки римлян. И можно перечислять, наверное, довольно долго, что еще, какие коммуникации создавались в это время. Вместе с товарами в карманах купцов путешествовали монеты. Именно они начинают появляться. Вот мы видим, что VI век до нашей эры – это первые монеты Лидии, V век – это уже идет Индия и Финикия. То есть с легкими монетами путешествовали по коммуникациям купцы. Они везли с собой рассказы. На самом деле представление о пространстве в этот момент начинает серьезно меняться. Пространство перестает быть замкнутым. Оно перестает быть таким местом, которое объединяет пирамида и которое сосредоточено в долине реки. Оно становится местом для движения. И вот это место для движения, оно становится еще очень важным для осознания человека человеком. Люди античности начинают ценить и видеть человеческую красоту. И вот эта человеческая красота и индивидуальность человека в дальнейшем приводят к тому, что возникают определенные виды садов, как католийские виллы, представление о том, что как триграция, содержание, гармония и форма приходят в сады. А самое главное, что появляются общественные пространства и великие учителя, которые начинают учить людей тому, что человек уникален и человек равен с другими людьми. Да, пока еще он равен только в душе своей, но тем не менее это учение начинается очень серьезно откладывать свои зерна в душах людей. Это Платон, это Будда, это Христос. Люди, которые приходят в мир рассказать своим ученикам о том, что человек равен душой с другими людьми. Нету каст, и эти касты должны уйти в прошлое. И этому способствуют именно караванные пути, рассказы о том, что есть другие миры и другие жизни. Учение о том, что человек душой свободен и имеет право на собственную жизнь, оно передается, ну как, как у Будды, да, Хридайи от сердца к сердцу. Только коснувшись сердца, сердца можно передать это учение. И вот так это учение, учение постепенно захватывает мир. И это становится очень важным для людей. Люди начинают ощущать себя свободными в душе. Они равны перед лицом Бога. И тут появляются сады, особые сады, сады средневековья. Мы все говорим о том, что в средние века сад и книга – это синонимы. Как книга, закрытая в переплеты, так и сад, закрытый в стене. Это мир человека, мир души. Но еще у книги есть еще очень важный один аспект. Книга – это знания. Знания, которые передаются от человека к человеку. Именно люди-книги, великие книги, которые лежат в основе учений. И вот так же, как книги, сады становятся рассказом о том, как человек может увидеть и прочитать послание Бога или увидеть и прочитать послание природы. Постепенно идет это развитие. И человек начинает за время средневековья ощущать себя личностью, душой, отвечающей только перед высшими силами. Наступает эпоха Возрождения. Это очень важная эпоха в истории человечества. Дело все в том, что если бы мы сказали, что эпоха Возрождения – это только Италия, и что именно Италия является единственной колыбелью Возрождения и у великих учителя, и художники Италии, и есть представители этого периода в истории человечества, мы были бы, наверное, неправы. Потому что этот период, как раз 16-е столетие, 15-й век, он охватывает все наше сообщество, весь мир. И главное – это то, что человек начинает ощущать себя личностью. То есть личностью не только там, за гробом, не только душой свободной становится человек. Человек начинает ощущать себя свободным. И, как мы говорим, что человек эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи, Микеланджело – люди, которые приближаются к монархам, но в данной ситуации становится неважным их происхождение. Уже главное становится то, что они несут с собой для человечества. Кстати, очень интересно, но именно на эпоху Возрождения во всем мире возникает книга печатания. Знания становятся не только вот такими важными, особо важными, не только перестают обладать, не перестают быть достоянием определенных слоев людей, но к тому же и книги становятся постепенно более доступными. Мир человека, мы вот здесь вот видели, это «Изгнание из рая», да, Микеланджело, и вот эпоха Возрождения и представление о пространстве в эпоху Возрождения, оно очень хорошо иллюстрируется этой картиной. Возникает такое направление, как искусство перспективы. Я не говорю, что это наука, это именно искусство перспективы. Возрождение дает наблюдательную перспективу. И наблюдательная перспектива, она идет и в Италии, безусловно, идет развитие этого направления. Но сейчас не очень много времени, поэтому мы не будем особенно углубляться на восток. Но поверьте мне, что и на востоке возникают сады, близкие по духу итальянским. И там довольно интересная ситуация. Итак, мир человека продолжен бесконечным пространством. То есть вот само изображение становится таким, что вот мы видим, что мир человека продолжен бесконечным пространством. И возникает легенда, причем возникает легенда практически во всех уголках земного шара. Рассказывают о том, что некогда люди жили в раю и жили близко к Богу. Но они вкусили плод познания, вкусили плод познания мира. Ну, как правило, скорее всего, что, это мое мнение личное, что это было связано именно с ведением сельского хозяйства, что не даром яблоко росло на дереве. И вот этот плод познания сделал людей несчастными. Они были изгнаны из рая, и женщина была обречена в муках рожать детей, а мужчина до конца своих дней в поте лица трудится. То есть произошло, к тому же, еще разделение труда. И это действительно так. Сельскохозяйственный способ производства требует производства и людей. Человек имеет особую цену. И будь ты королева или крестьянка, ты все равно должна родить много детей, для того, чтобы они смогли занять трон или помогать по хозяйству. То есть человек имеет свою конкретную цену. И мужчина обязан трудиться, потому что иначе сельскохозяйственный труд, если кто-то знает, это довольно такая однообразная и четкая жизнь. Итак, сад эпохи Возрождения мы называем итальянским садом. Итальянский сад – это сад, который расположен на рельефе, и пространство которого продолжено окружающим пейзажем. Как вот на этой картине мы видим падение икара, землепашец вспахивает свой небольшой участок земли, и рядом с ним простирается пейзаж. Действительно, это становится понятием итальянского сада. Дело все в том, что итальянский сад – это опять же явление, которое возникает во всем мире. Это сад Медичи во Фьезоле, он расположен на рельефе, и из этого сада открывается вид на Флоренцию. А это Долорамбак, это сады великих моголов, примерно того же времени. И тоже мы видим, что пространство сада продолжается пейзажем. А это 19-е столетие, небольшой сад на озере Гарда. Дело все в том, что этот прием итальянского сада – это первый прием, который человечество оставляет нам, как прием организации открытого пространства, прием организации ландшафта. В эпоху барокко то, что сделано человеком, становится, наверное, самым важным. Это 17-е столетие. И 17-е столетие для человечества характеризуется формированием государств. Действительно, в 17-м веке возникают понятия государства. И то, что мы говорим, как и называем государство, это и империя китайская, и Россия возникает, и, конечно, Франция, Людовика XIV, которую мы даже ассоциируем с государственностью и абсолютной монархией. Монархия создает свои страны. И возникает определенное новое понятие в организации ландшафтов. Это изобретение великого Ленотра. Это французский парк. Ленотр для своего короля, Людовика XIV, создает целый мир, подобно тому, как Кальбер, его министр, создает великую Францию. Это ось Версаля и прием организации пространства, который потом перейдет на города. Солнце встает в покоях короля по замыслу Ленотра и опускается в конце его садов в конце дня. Сад бесконечен. Мы так и называем ось Версаля, большой ось Версаля, светящейся осью. Ленотр придумывает этот прием организации пространства. Теперь ландшафтный архитектор, ландшафт создается полностью. Полностью. Не надо дополнять его окружающим видом. Он должен быть создан полностью внутри и должен быть практически бесконечен. Вот мы видим пример, как создается перспектива Ленотра. Это точка, кулисы и рама. В качестве рамы Ленотр использует его удивительное открытие. Он использует небо и отраженное небо в воде. То есть вот, когда все собирается вместе, а точка, усветящаяся осью Версаля, бесконечность, потому что мир короля Солнца бесконечен. Этот прием ложится в основу вообще ландшафтной архитектуры. Если мы посмотрим схему королевских садов и владений Людовика XIV, созданную для него Ленотром, мы увидим, что при помощи таких осей он объединил весь мир короля. Здесь и Версаль, видно, да, Версаль, Сен-Клу, Со и путь в Париж. Три луча, которые сходятся к главной площади Версаля. Сен-Клу и Со, это поместье брата короля герцога Орлеанского и Кальбера. И Париж. Вот это вот тот мир, который принадлежит Людовику. Прием Ленотра ложится в основу градостроительства. Но что еще очень важно, что этот прием, он опирается на учение Декарта, что если мы говорили раньше, что вот когда я говорила про античность и про движение в мире, то это были теории, когда теории атомов того же Платона, когда мир состоял из частиц, которые двигались. И в основе, это лежало в основе пространства, организации пространства. Также строились, собственно говоря, и города. Из частиц зданий они собирались в целое. А вот впервые в европейской градостроительной во всех будущих практиках учение Ленотра, которое опирается на Декарта, что пространство также материально. То есть пространство и учение это возникает, потому что пространство материальное, мы создаем государство, а государство материальное. То есть вот это вот создание, пространство ложится в основу ландшафтной архитектуры. Новая часть Берлина, которую мы видим здесь, создают, что сначала прокладываются оси, а потом дальше уже они застраиваются. Работа комиссии строений в России в 18 веке, это тоже, например, на примере Великого Устюга. Но дело все в том, что Россия тогда дала новые планы практически всем своим городам. Екатерина работала очень активно и комиссия строений Берцкова. До сих пор мы видим наши города запроектированные как раз по планам комиссии строений. В 18 столетии помимо городостроительства мы называем еще к тому же и веком просвещения. И недаром в этот век становится очень важным то, что люди начинают очень активно познавать мир. В 18 веке мы, будучи немножко европейцами, мы как-то со своей точки зрения смотрим на этот процесс. И английский пейзажный парк, который возникает в ландшафтной архитектуре, это парк, который носил название еще когда-то и китайского парка. Негоцианты, которые приезжают в Китай, привозят в Европу, а именно в Англию, рассказы о том, что у китайского императора есть трехмерные картины, в которых он живет. Это великолепные сады, которые он создает как модель его государства, как картину, изображающую идеальное пространство. И также создаются и английские пейзажные парки. Но самое интересное, что происходит обратное движение. Например, к двору китайского императора приезжают итальянцы, которые создают для китайского императора Цианлуни, это Джузеппе Кастильони, создают такие сады, как сад совершенной ясности. Азия ценит в Европе такую вот науку и умение быть хладнокровным и расчетливым. Вот это вот тоже приходит в другие страны. То есть мир становится все более и более единым. И наш интерес к друг другу становится все более и более острым. Ну вот Людовик XVI и Лаперус, которого он отправляет в путь. И дальше продолжают развиваться и строятся государства и страны. Ну, одна из вот таких вот интересных картин, интересных стран. Знакомое лицо, наверное, человек с длинными волосами. Для многих знакомое лицо. И это Версальский договор. Вы видите, что нету половины картины. Это английская часть делегации. Англичане не могли подписать этот договор. Это договор о независимости Соединенных Штатов. Английская делегация ушла. А на самом деле это был очень красивый и очень такой интересный документ XVIII века. Это была декларация независимости. Память мира. Мы сегодня так говорим. Иногда имеет смысл прочитать. Отмена рабства. 1861 год. Мы такие разные и такие похожие. Два человека. Безусловно разные. Это Александр II и Линкольн. Они разные во всем. Разные по происхождению. Разные по образу жизни. И одинаковые только в одном. И тот и другой отменяют рабство. И отменяют рабство примерно в одно и то же время. Так что и этим входит славно в истории двух стран. Приходит постепенно конец сельскохозяйственному способу производства. Он начинает уходить в прошлое. И мало того, что он уходит просто в прошлое, он вводит за собой в прошлое много тех вещей, которые мы сегодня люди нового общества, люди новой системы жизни активно не принимаем. Уходит в прошлое в первую очередь рабство, конечно. Я не говорю о том, что сегодня его не существует. Оно безусловно существует на нашей планете. И говорить о том, что оно ушло окончательно, к сожалению, мы сейчас не имеем такой возможности. Но мы знаем, что мы его осуждаем. И все, кто здесь сидит, я уверена, что рабство осуждает. Уходит в прошлое разница в расовое. Я уверена, что если бы у меня был черный цвет кожи, вы также бы слушали мою лекцию, может быть, даже еще с большим интересом. Или я бы приехала из Индии. То есть это наверняка вам не помешало. А если бы японка была, так уж вообще, думаю, наверняка пришли бы. То есть это не остановило бы, и вы, конечно, не как-то... это не уронило бы меня в ваших глазах, скажем так. То есть многие такие вещи, которые были вполне естественны в 19-м столетии, к счастью, в нашем 21-м веке уходят в далекое прошлое. И наши дети уже их не очень даже понимают во многом. И также уходит в прошлое, например, разница между мужчиной и женщиной настолько активная, как она была в прошлой эпохе. Обязанность в муках рожать детей бесконечно уходит постепенно от женщины дальше и дальше. То есть женщина может уже принимать решение, сколько ей там в муках рожать и, как говорится, насколько это нужно. Главное – это воспитание детей, дать им хорошее будущее и то, что карьерный рост женщины может быть вполне сразмерим с карьерным ростом мужчины. То есть сегодня нас это не смущает. То, что я женщина, вас не смущает, я, наверное, надеюсь. Приходит новый век, век промышленности. И век промышленности дает нам новый совершенно взгляд, как я уже говорила, на окружающий нас мир. Мы сегодня живем в этом веке, мы люди, которые занимаются именно промышленностью, промышленным производством. Промышленное производство ценит в первую очередь голову, мозги. Физическая сила ушла на второй, если не на третий или четвертый план. И даже если человек находится на сегодня на инвалидном кресле, но он может многое дать производству, мы все равно его ценим и стараемся, чтобы жизнь его продлилась дольше. И мозги были в порядке как можно дольше. Наступал новый промышленный век. Но в 19 веке он представлялся немножко таким странным, мы всегда боимся чего-то нового. Что это будет? Такие страшные машины, какие-то непонятные отношения, жуткие роботы, которые придут и поработят нас, или еще что-нибудь такое, какие-то инопланетные армии, или что-нибудь, какие-то хищные растения, которые мы скультивируем. То есть это вот, конечно, опасности такие были. Возникает новое отношение между людьми и возникает иная жизнь в плане промышленности. Промышленность дает новые ценности. И эти ценности теперь становятся ценой. Вот эта картинка называется «Цена угля». И то, что мы видели как цену зерно и земля, становятся новые ценности в промышленном мире. Ну, вот, наверное, в связи с этим, с развитием промышленности, с вопросами экологии, которые возникают перед новым обществом, с развитием городов, которые начинают стремительно расти при новом промышленном производстве, и возникает как раз ландшафтная архитектура. До этого мы говорили о садово-парковом искусстве, а вот ландшафтная архитектура возникает именно в конце XIX века. Ее авторы, вот этот мужчина с бородой, трудно сказать, но который без очков, это Фредерик Лоу Олмстед в «Квадратике». А в «Авале» это Кальверт Во, его сотрудник, архитектор, а вот Олмстед считается основоположником ландшафтной архитектуры. И как ни странно, Олмстед он не архитектор и не художник даже, он общественный деятель и предприниматель. И его работа с Кальвертом Во это центральный парк Нью-Йорка. Нью-Йорк небогатый город в 19-м столетии по отношению к Парижу, конечно, и Лондону. И город, который не очень интересный в те далекие годы, но город, который очень хочет соответствовать своим таким ну как-то кумирам, например, Парижу. И очень хочет создать свой общественный парк. И вот Кальверт Во Олмстетт предлагает потрясающую идею, которая становится визитной карточкой на долгие годы и таким представлением, что такое ландшафтная архитектура. Вот мы видим серый прямоугольник, это центральный парк. И если вы прочитаете название районов Нью-Йорка, Гарлем, театральный квартал с Пятой авеню, Вестсайд, Истсайд, и что объединяет центральный парк. Главная идея была то, что общественное пространство, парк, должен в равной степени принадлежать всем людям, всему населению Нью-Йорка. Именно там они должны встречаться. Это раз. И во-вторых, он должен сохранить память о том, как здесь некогда жили индейцы. Память о природе. И действительно это здорово удалось. То есть на самом деле мостик, обратите внимание на мостик далекого прошлого и то, что происходит сегодня. Он не утратил своей актуальности центральный парк. Именно потому, что там очень выгодно, очень хорошо выбрано место и очень правильно поставлена задача. А для ландшафтного архитектора это очень и очень важно. конец 19-го и самое начало 20-го века. Мы уже потихонечку близимся к завершению этой части лекции. И картина, наверное, многие ее видели, «Три царевны подземного царства». Три царевны подземного царства это золото, это медь и молоденькая, тоненькая девушка в черном это уголь или мы сегодня, наверное, сказали бы может быть и нефть. Именно она становится главной королевой подземного царства. Она побеждает своих напыщенных конкуренток и именно за ней там в углу охотятся такие страшные люди. Нефть это картинка достатка 21-го века. Это картинка точнее 20-го века я бы сказала второй половины 20-го века. Это картина благосостояния как поле хлеба, которое мы видели, покрытое золотом. Мы даже друзьям иногда дарим изображение вышечки из золота, потому что мы знаем, что у друга это важный момент в его жизни. То есть это достояние оно несет деньги, но оно несет и беду, потому что на самом деле это страшное достояние. И страшное достояние, которое несет беды природе и несет беды человеческому обществу. И районы с добывающей промышленностью это сложные районы для человечества, действительно реально сложные. Мы привыкаем постепенно жить в мире, где изменились ландшафты и где вот такая странная волна или вот такие странные стеклянные пляжи, которые являются продуктом жизнедеятельности людей. Мы привыкаем жить в мире, где мусор появляется очень активно и где его проблемы становятся проблемой ландшафтов с одной стороны и социальной проблемой очень глубокой, очень страшной и очень важной с другой стороны. переработка мусора, может быть, мы потом еще поговорим об этом, лицо ландшафта. Ну, а мне хотелось рассказать вам о том, что сегодня мы живем на планете городов. В 2008 году Организация Объединенных Наций впервые в истории человечества фиксирует равенство сельского и городского населения с тенденцией роста городского. Мы сегодня живем на планете, которую видно из космоса. Если до сих пор можно было сомневаться, есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь на Земле, то сегодня нас видно невооруженным глазом. На нашей планете реально есть жизнь, она светится огнями городов. И проблемы нашей планеты, проблемы нас связаны, конечно, с решением проблем городов и проблем экологии. мне хотелось рассказать в конце небольшую историю, что изменилось отношение к пространству, изменилось отношение к ландшафтной архитектуре. И вот такая интересная история, которая связана с кругами на полях. Может быть, вы слышали о таком явлении, которое несут с собой инопланетяне, так минимум. Когда-то, давным-давно, где-то в 60-е, 70-е годы прошлого века, в стране Великобритания был кризис. Великобританцам жилось нелегко. Их промышленность и, самое главное, сельское хозяйство находились в самых тяжелых условиях. В тяжелые времена переживала и вот это местечко, где находились вот эти странные сооружения того, с чего мы начинали нашу лекцию. Те самые дольмены, Менгиры и Крамлехи, один из самых знаменитых из которых был Стоунхенч. Место находилось в упадке, оно преимущественно жило сельскохозяйственным производством, и вот эта жизнь для людей была довольно трудной. И вот в какой-то момент на полях, которых было много на просторах этого места, этого графства, начали появляться таинственные круги. Это были 70-е годы прошлого века. Что это были за круги, никто не знал. Они неожиданно появлялись, когда люди пролетали мимо на самолетах, но они привлекли внимание и очень серьезно привлекли внимание к этому месту. За людьми, которые делали эти круги, охотились фермеры, потому что они, конечно, гадили на полях и вели себя нехорошо. За ними охотились правоохранительные органы, я бы сказала, да, тоже. И за ними охотились представители современного искусства, потому что им очень хотелось получить этих людей в качестве экспонатов для своих музеев. Но люди скрывали лицо. Они скрывали лицо довольно долго, пока в начале 21 века они не рассказали о себе. И действительно, мы сегодня знаем, что у этих кругов есть конкретный автор. И выпускает он достаточно много журналов и всяких разных интересных вещей на тему своего творчества. Но правда у нас в стране до сих пор думают, что это инопланетяне, как это я видела передачи по телевизору, что все-таки как-то сомневаются однако. Но благодаря этим кругам на полях было очень активно привлечено внимание к аналитической культуре этого места. И Стоунхенч удалось вернуть к жизни и очень многое вернулось в тот момент, как мы видим это все сегодня. Так что вот так современное искусство может помочь реабилитации ландшафтов. Ну собственно говоря это как бы новый взгляд на ландшафты и на ландшафтную архитектуру, потому что она конечно в городах должна обязательно привлекать внимание к социальным проблемам и организовывать открытое пространство. То есть это сегодня новый такой этап развития ландшафтной архитектуры. Ну собственно говоря вот это я хотела вам сказать. Спасибо. Вопросы? Может быть чисто приклад? Да, давайте. Евгений меня зовут. Скажите а какими приемами пользовались эти люди которые выносили вот на поля вот эти рисунки? Потому что это же руками не достать это же надо какие-то триангуляции делать. Знаете дело в том что в этом я не очень сведуща но они открыли уже все тайны как они это делали это есть такая группа круги вы можете залезть в интернет и все подробно прочитать там есть журналы есть их новые произведения они печатают каждый год и ну как по-моему там какой-то при помощи веревки и каких-то этих самых так приминали то есть это как-то так что в общем это довольно примитивно с одной стороны как я помню никаких такой особой техники там не было вторая часть это антропологический кризис и так мы живем на планете городов то есть это вот что медицинские факты мы уже знаем об этом что мы живем на планете городов мы живем век информации и я надеюсь что в результате этого моего выступления будут какие-то вопросы будут мне бы очень хотелось услышать диалог потому что заранее предупреждаю что это мое личное мнение как бы может быть оно есть и другое какое-то просто то что происходит сегодня как-то я так думаю может быть я думаю неправильно итак мы живем век информации причем информация часто не совсем достоверной и правильной то есть на самом деле большинство информации надо отбрасывать фильтровать то есть не всегда все так верно и все правильно как мы хотели бы знать поэтому главным в наше время в нашем производстве является безусловно образование то есть мы всегда теперь знаем что цена человека современного человека это не его мускульная сила это не его физическая привлекательность как биологической особи а именно его интеллектуальный багаж именно этот интеллектуальный багаж производстве наиболее ценен то есть действительно вот тут как раз понятно что может больше дать и его можно лучше использовать поэтому мы стараемся и стремимся дать своим детям как можно более хорошее разностороннее образование производство у нас серьезно меняется тоже очевидный факт у нас входит очень активно автоматизация и человек с его ну то есть образ рабочего с молотом крестьянина с плугом уходит в далекое прошлое промышленное так и сельскохозяйственное производство меняют свое лицо и образ работника который там существует он тоже серьезно меняется ну это конечно вы понимаете что это как картинка да но тем не менее все равно все таки даже крестьянский труд он становится механизированным и чем дальше тем больше образ работающего человека приближается ну конечно не совсем к такому офисному работнику но в большей части он становится именно таким достаточно ну без физических затрат без физической силы и в этом случае мужчина и женщина становятся собственно говоря на равных что мужчина что женщина они могут выполнять вполне работу главное чтобы им хватало образования и мозгов у нас далеко шагнула медицина мы даже не замечаем как наш век у нас продлилась жизнь сократились заболевания мы не переживаем каждые 8-10 лет нашествия чумы да вот как ни странно с тифом у нас все в порядке да то есть это как бы такой и человеческая жизнь становится более долгой и более спокойной в плане заболеваний новые заболевания правда приходит но тем не менее все-таки медицина шагнула далеко вперед это правда одних донтистов хватает да то есть тут можно много о чем говорить образ семьи становится иным это не 12 человек которые садятся за стол за стол а всего лишь простое воспроизводство да двое детей это простое воспроизводство у некоторых бывает больше так что но это опять же решение некоторых да то есть они не обязаны рожать по 12 человек чтобы из них 4 хотя бы выжило да то есть это как бы совершенно иной взгляд и к тому же это такие вот белозубые люди здоровые с полным столом отодвигается порог старости это никак не связано с пенсией потому что пенсия это социальное завоевание а старость это физическое состояние то есть выход на пенсию и достижение старости не синонима поэтому люди когда выходят на пенсию они получают еще плюс некоторый бонус что они могут прожить жизнь вот такие старички и старушки прожить для себя путешествуя и занимаясь фитнесом да то есть это не то что было в прошлые столетия когда жена Рузвельта 50 лет выглядела уже просто ну никак да то есть это как бы вот происходит достаточно серьезно и казалось бы наш мир готов к тому чтобы у человека было достаточно воды чтобы его окружала комфортная среда природная и животный мир был рядом с ним да то есть вот идеальная картинка в принципе человечество к этому готово оно могло бы но что происходит почему этого не происходит почему же все таки вот этот песик фафик и тазик доступен не каждому да далеко не каждому и все таки что же происходит с нами дальше и на самом деле даже в благополучном варианте мы все равно начинаем испытывать дискомфорт то есть нам что что это будет как жить дальше собственно говоря но дело все в том что наш мир он стал един как мы уже видели к сожалению или к счастью но мы сегодня испытываем плечо чувствуем плечо друг другу очень активно это и экология которую мы чувствуем очень активно это и производство которое мы тоже чувствуем очень активно то есть мы становимся монолитом меняется наше представление теперь о плохом да негатив хотя на самом деле эта женщина наверное многие ее узнали да она вызывает у нас чувство что она интересна не так ли правильно интересно и даже красиво потому что она успешна ее судьба ну вы знаете наверное да это модель которая уже по моему под 90 она прожила очень долгую интересную жизнь и это самая пожилая модель в мире и дальше возникает вопрос а почему она нам интересно что в ней такого красивого она действительно красива правда она не способна где-то рождению она ну как вот ну вот что в ней такого хотя на самом деле она ухожена богата и прожила интересную жизнь и вот образ красоты да то что мы воспринимаем сегодня в мире вот видимо из-за того что на самом деле все очень здорово с одной стороны но с другой стороны это откладывает на нас печать и изменения на наш даже внешний вид то к чему стремятся девушки далеко от идеала прошлых столетий мы пытаемся сегодня искусственно вернуть говорить о том что быть толстенькой и грудастенькой это хорошо но тем не менее они все равно занимаются тем что голодают худеют бегают прыгают то есть о другом да то есть это вот на подиуме выступают совершенно другие причем мало того что не то что другие но к тому же еще и даже половые признаки уходят постепенно в прошлое на самом деле вынуждены огорчить но это факт это даже вот антропологи говорят конечно ничего хорошего в этом в этом нет я сама абсолютно как бы как это люблю противоположный пол но тем не менее это в общем-то вот к сожалению начинает постепенно входить в нашу жизнь присутствовать да все это связано с определенными заболеваниями которые несет с собой наш образ жизни наша работа и то что вот как вот как мы живем да это список еда человечество в 60-е годы прошлого века совершила зеленую революцию это было очень важно на самом деле потому что действительно человечество запустив промышленный способ производства пищи оно стало перестало страдать от голода голод происходит но голод сегодня на нашей планете явление исключительно социальное то есть то есть он не обязателен так как это было в прошлые века прошлые века 80 лет обязательно голод это голод который связан с климатическими условиями земли это голод это чума и так далее и так далее и так далее со всеми проблемами сейчас это не надо сейчас голод это социальное явление обилие пищи ведет за собой определенные изменения в человеке то есть это вот мы то что мы едим и даже наши физические данные тоже серьезно уходят то есть для того чтобы выглядеть красиво нам надо приложить усилия если эти усилия не прикладывать то можно скатиться либо туда либо сюда то есть это как бы вот как я уже говорила из всего мирового объема продовольствия понятно что мы могли бы совершенно спокойно обойтись без голода но тем не менее голод все таки существует да сомали например и так далее другие районы Африки наиболее неблагоприятные это социальное явление мы сегодня отдаем себе отчет что это действительно реально так дело все в том что экологические катастрофы в нашем мире не могут обойти вас стороной в любом случае что бы там ни было но если караэт поселился под Москвой да а он поселился к сожалению под Москвой и к сожалению это называется экологическая катастрофа потому что за лесами надо ухаживать их перестали опылять и как только их перестали опылять там естественно появился тот кто является ну как регулятором природных отношений потому что вообще-то для Подмосковья характерны лиственные леса а леса такие хвойные их высаживали искусственно высаживали почти 200 лет лесничества были очень сильные в 90-е годы институт лесничества разрушили опылять леса перестали караэт появился то есть как бы сегодня мы прошли точку возврата оградиться от него нельзя он придет на ваш участок в любом случае какой бы забор вы не построили это будет все равно так же он придет и приходит даже под стены Кремля то есть вот опыляют сегодня город нам не удастся уйти от катастроф и вот эта вот ситуация которая присутствует на земле она все равно так или иначе касается всех всех и каждого но это вот то что мы лишаемся лесов амазонки то что у нас отравляется наша атмосфера это действительно так и то что особенно в районах добывающей промышленности вот у меня родственник поляк и он вот здесь вот хотя это Китай узнает свою селезию да то есть на самом деле это как бы характерно для районов с добывающей промышленностью очень неблагоприятные природные условия в некоторых местах возможно только вахтенный способ проживания и работа да то есть это так так получается ну это я вообще молчу что это анды это загрязнение почвы до этого были всего лишь атмосфера загрязнение почвы это никель никелевые разработки это просто страшно да то есть это как бы ну загрязнение рек янзы в которую спускают неблагоприятные отходы да это все мусор постепенно на земле появляется довольно много мусора и этот мусор становится спутником цивилизации спутником нового промышленного века нового промышленного способа производства исчезновение питьевой воды и то что питьевая вода становится доступна ну все меньшему и меньшему количеству людей да мусор убивает эту воду и цена на воду сегодня наверное это наиболее очевидно и наиболее чувствуется больше всего чувствуется пока да за воздух мы не платим за землю тоже да отравленную или не отравленную а за воду уже начинаем конкретно платить я еще помню те далекие времена когда можно было пить воду из-под крана мои дети уже этого не помнят да то есть это как бы действительно такая реальная катастрофа которая идет и цена на воду зависит от уровня жизни людей чем выше уровень жизни в государстве тем мы видим что дороже цена на воду люди ценят свой комфорт они хотят жить чисто мусор как я уже сказала становится спутником цивилизации и вот эта страшная плата которую мы платим с мусором вместе да он вот как раз нас показывает состояние нашей среды обитания наших ландшафтов самое главное это то как мы перерабатываем мусор действительно во многих странах есть очень интересные программы как у голландцев например которые делают из мусора сегодня перерабатывают дороги да и так далее то есть главная конечная точка конечный этап или например опыт Адаеба районно Токио где очень такой перспективный молодой мэр в конце 20-го столетия предложил освоение Токийского залива при помощи мусорных островов и он победил в начале 21-го века там самые дорогие районы то есть на самом деле есть очень интересные варианты которые предлагают но для этого надо очень большие очень дорогие усилия мусор на самом деле это и газ это и топливо это очень многое то что может быть использован продукт нашей жизнедеятельности но для этого нужны программы люди должны понять что или он их съест или они с ним справятся и все люди потому что это коснется в конечном итоге каждого наверное эту картинку видели многие с мусорным пятном и с тем что прогнозируют что через некоторое количество лет мусор съест весь мировой океан то есть эти страшные прогнозы все время присутствуют они к сожалению не лишены под собой почва картинка которая облетела интернет и пляжи которые постепенно заполняются опять тем же мусором как я уже говорила страны с неблагоприятной социальной средой к сожалению выглядят замусорены мусор идет во всем да то есть это ландшафты которые могут быть знакомы всем и каждому постепенно он заполняет жизнь и становится уже тем что изменяет эту жизнь изменяет жизнь очень серьезно начинает влиять на социальное состояние в обществе мы можем жить по-другому на самом деле если вот например как в филиппинах здесь вот расчищенная часть и тут хорошо живут люди здесь они хорошо работают а здесь живут те кто хорошо работает на тех же филиппинах так что вот эта вот ситуация которая в общем-то все равно присутствует и все равно с ней надо как-то разбираться опять же как с короедом отгородиться от этого от этой ситуации не удастся никак даже если вы сделаете свой маленький уютный рай как на мали и из этого рая вас вытащат какой-то момент когда неблагоприятная социальная ситуация и мусор показал что что-то не так и путь у вас будет это уже сомали и накануне и дальше возможно взять в руки оружие стать пиратом как население сомали а дальше это международный конфликт а после международного конфликта приезжают люди из благополучных стран и начинают регулировать этот международный конфликт но вы уже вот так вот как говорится и вы понимаете что они может быть вас и кормят но вообще из этого места надо мотать и мотать жестко выезжать и люди уезжают туда где они слышали информация у нас работает что есть вот этот самый рай где живут долго и счастливо и умирают преимущественно в один день и они едут туда где есть здравоохранение и чистая вода где есть труд тот труд которым они мечтают не детский труд и не труд пирата опасный труд пирата а вот именно то самое счастливое общество и есть толерантность где их примут и где следует законам международным законам и правам человека и действительно следует да действительно такое бывает и они приезжают с надеждой встроиться туда но встроиться туда практически невозможно потому что они другие там другое общество там общество которое производит общество которое уже как пазл сложилось и каждый сложился в своем мире и встроиться туда практически невозможно там уже есть свои работники работники достаточно квалифицированные достаточно знающие и они не хотят заново учить кого-то да они дадут ему чашку супа действительно посочувствуют потому что на самом деле это трудно но тот человек он приезжает абсолютно другой вы только что видели из какого мира он приехал он не отсюда не от этих вот счастливых и спокойных людей да казалось бы людей которые завоевали свое спокойствие и заработали свое спокойствие действительно реально заработали и завоевали они живут в хороших домах как Норвегия да и все у них хорошо а те люди которые к ним пришли приносят с собой мусор тот мусор из которого они только что уехали и на улицах этот мусор появляется снова и люди которые живут в чистых странах говорят ну как же так ведь мы же сделали все это на наши налоги мы платили налоги мы содержали наше правительство мы завоевали свои свободы когда мы боролись как профсоюзы мы завоевали свои свободы потому что мы организовали замечательное производство и самое интересное что те кто организовал это производство они тоже говорят мы вообще-то многое завоевали потому что мы тоже платим налоги и вообще-то что-то мы очень большие налоги платим думают они потому что эти вроде что-то там завоевали и мы должны строить вот такие заводы как фольксваген например И, собственно говоря, они переборли это. И ведь рядом есть еще вот такие страны, где есть хорошая квалифицированная рабочая сила и более маленькие налоги. А почему бы нам не переехать туда и не перевести туда свои производства? И действительно все будут довольны. Будут довольны те, кто будет занят на этом производстве. И мы будем довольны. И все будут довольны. И как-то хорошо. И они действительно переводят туда свои производства. Это мое мнение, еще раз повторяю. Но там, на их далекой родине, откуда производства ушли, выстраиваются очереди людей, которые лишились своих рабочих мест. И получается, что зря они вывезли эти производства. Что те люди, которые выстроились в очереди, у них есть некоторые социальные блага. Они завоевали, опять же, свои пособия по безработице, страховку медицину, некоторые пенсионные вещи. В общем, социальные, да и, в общем-то, там неплохо и с образованием. Я знаю, что там как-то есть такие социальные программы, которые вполне себе позволяют неплохо жить. Но дело все в том, что социальные программы живут на налоге. А налоги ушли, и рабочие места ушли, и люди встали в очередь, и люди недовольны, что их рабочие места куда-то ушли в этом благополучном и хорошем мире. И они призывают банки. И они говорят о том, что хорошо бы, чтобы банки помогли государствам выплачивать социальные льготы и так далее. И банки выплачивают социальные льготы, потому что у банков есть деньги. Потому что эти деньги есть не только с налогов, но есть деньги, которые приходят из тех стран, которые преимущественно заняты другими способами производства. И эти страны, люди, которые имеют деньги с той же нефти и так далее, они хранят деньги. Конечно, не у себя в той стране, где там мусор, да, зачем там хранить деньги. Деньги надо хранить в хорошей стабильной стране. И их выводят туда, в хорошие стабильные страны. Как вот Султан Броне, например, да, то есть он как бы занят этим. Это вот такие страны, да. И тут начинаются проблемы с ценами на это. И когда начинаются проблемы с ценами на нефть, то оказывается, что встают стройки в тех странах, и проколы с социальными программами, и что самое ужасное, проколы с образованием. И когда начинаются проколы с образованием, люди начинают думать о том, что они не могут дать будущее своим детям, и что в любом случае надо уезжать. И они начинают уходить, да, как вот Украина, например, да, то есть это, пожалуйста, вам пример, что надо просто уходить. Но дело все в том, что уходят не только люди, которые могут вот так вот, ну, как мы скажем, что люди, у которых достаток не слишком велик. Они могут только оплатить свой путь и начальный капитал в той стране. Уезжают и люди благополучные, потому что им нечего делать в стране, где мусор. На самом деле, зачем? Их ждут красивые страны с удобным климатом, инфраструктурой. Там, где лежат их деньги, там все удобно и хорошо. И имеет смысл тоже жить вахтенным способом, возможно. Но их не очень ждут, потому что так же, как и предыдущие люди, они не очень встраиваются в общую систему жизни нового мира. И опять же, места-то там все заняты, тоже все заняты места. И тоже, собственно говоря, вот этот пазл уже где-то сложился. И места там нету. И люди, которые туда приезжают, они даже обеспеченные чувствуют себя, ну, как сказать, не в пазле. Они не местные, да, мы люди не местные. И они нужны их деньги, они они сами. Они ничего сделать, кроме как отдать свой капитал, для этого общества не могут. Они могут только финансировать тех других, которые, в общем-то, вот, возможно, даже где-то исхитрили, скажем так. И тогда вместе с этими людьми приходят более страшные, чем мусор. А это тоже мусор, на самом деле, человеческий. И районы, откуда ушли люди, начинают разрушаться. И предприятия, в которые не вкладывают деньги, постигают техногенные катастрофы. И, собственно говоря, все равно мусор придет всюду. И нам надо подумать о будущем, потому что оно коснется каждого. Все. Я сразу к комментариям перейду. Вот до картинки, где были вот такие человечки с пазлами, вот полностью был согласен с картинкой, где были человечки с пазлами, пошло маленькое расхождение. Вот ловлю немножко на слове, едут и хотят строиться. Когда едут, не хотят строиться. Если мы вспоминаем последние события, там, в Кёльне и так далее, так далее. Ну да, они требуют, они по-своему. Разные культуры. Разные культуры. Столкновение цивилизации, которое нам когда-то пугали, оно уже началось, оно уже происходит. Вся эта история происходит. История с экологической катастрофой абсолютно точно происходит. То есть, там, ее пора перестать бояться, потому что мы в состоянии ее последние 15 лет. Вопрос в том, что никто не хочет интегрироваться, человеческий мусор тем более не стремится к этому. Значит, мы имеем ситуацию, когда полюса стабильности в мире больше нет. К вопросу о том, что стремятся уезжать, все, закрывается лавочка, ехать больше тоже некуда. То есть, если в мире отсутствует полюс стабильности, то некуда бежать. То есть, мы постепенно... И вот здесь, как бы, обратно выхожу к этой же линии и, на самом деле, в корне соглашаюсь. Потому что, да, антропологический кризис, да, некуда бежать. Ситуация ровно такая. Есть, наверное, чисто экономические... Вот, может быть, на эту тему там в дальнейшем тоже можно будет подумать и сделать какое-нибудь продолжение лекции, да. Есть, конечно же, чисто экономические механизмы, которые уже дискутируются и там понятны. Это и экспорт технологий, это и экспорт капитала. Это попытка построить внутри самих этих стран ситуацию, подобную Западу, когда демографический рост прекращается как раз в силу достаточного экономического благополучия. Наверное, модель возможная. Она требует времени, она достаточно длительная. Она чисто экономически абсолютно реализуемая, политически пока мы не видим воли к этому, да. То есть вся надежда на китайцев, которые Африку активно застраивают и действительно туда инвестируют приличные деньги. Но вот беда в том, что китайцы, они без мессианства совершенно, да. Они, по крайней мере, слава богу, хоть за себя отвечают. То есть я, например, не переживал бы за Азию, вот мусульмане с неграми, дело другое. Вот там вся беда. А эти сами, мы видим примеры, они сами себя прекрасно отстроят, у них все будет нормально. У них завершится этот галлопирующий рост демократический, у них это стабилизируется, это совершенно точно. Уже мы сейчас видим. Вопрос в том, что пока та часть западного мира, которая могла бы гораздо интенсивнее заливать деньгами эту проблему, проблему своевременно не поняла. Как раз вот в той части, да, в которой почему-то, непонятно мне на каком совершенно основании, считало, что люди будут встраиваться. Люди с чуждой культурой, выросшие совершенно с другим сознанием и совершенно не стремящиеся его менять, а скорее стремящиеся преобразовать мир по своему образу и подобию. И в этом смысле исламская культура, она абсолютно стремится к доминантности. Это мы должны понимать. Может, это не толерантно звучит, но вот толерантность пока только к проблемам приводит, по-моему. Вот в этой части, как бы, вот уходить, наверное, от ситуации, когда мы надеемся на толерантность и на желание встроиться, абсолютно реалистично оценивать те процессы, которые проходят в мире, и понимать, что до сегодня мы можем попытаться преобладающей силой и ресурсов финансовых и прочих, ну, купить себе возможность другого мира, да, прекрасного, о котором мы там тоже слайды видели. Вот, наверное, только так. Вот ситуации там какой-то гуманистической, там, с осознанием и просветлением, ну, не знаю. История человеческая пока свидетельствует о том, что работают другие механизмы, скорее, как правило. Да, я что могу сказать, да, ответить? Спасибо большое, да. Очень интересно, и спасибо огромное за поддержку. Потому что очень приятно, когда люди реагируют. Потому что ты так хочешь, думаешь, что говоришь, говоришь, а как-то и не очень интересно. Спасибо большое. И на самом деле, ну, я, да, я согласна, что насчет того, что толерантности встроятся, это скорее такая мечта, да, согласна, какая-то мечта, что люди все-таки лучше, чем они, ну, как, что люди несколько хуже, чем о них думаешь. Да, безусловно, но все-таки я, наверное, как это может быть в силу возраста, я оптимист, да, и вот у меня, конечно, есть некоторая надежда, такая надежда, что не всегда и все бывает куплено. Это раз. Во-вторых, я думаю о том, что все-таки у нас был очень такой активный пример, на котором я выросла, да, то есть, ну, я, естественно, понятно, не участвовала в войне, да, Второй мировой, несмотря на убеждения моего сына, вашего ровесника, я в ней не участвовала, даже партизанам. Вот я была несколько моложе, как говорится. Но опыт этой войны, вот как мне кажется, опять же, я, может быть, идеалист, я, как говорится, вот, действительно, как бы, Но опыт этой войны показал, что в тот момент, когда перед человечеством встает страшный вопрос выживания, оно становится удивительно сконсолидированным, причем оно начинает как бактерии на теле, да, оно начинает вдруг неожиданно понимать, что у него есть определенный путь. И этот путь становится очень жестким для человечества, потому что вот Вторая мировая война, она, Первая мировая война, на мой взгляд, опять же, разобрала мир на классы, потому что ушли воевать государства. Но воевать они послали, как ни странно, людей, которые занимались промышленным производством. И люди, занимающиеся промышленным производством, а это были рабочие, инженеры, да, пошли воевать, как солдаты, и уже получив определенное образование, да, к тому моменту. И опыт работы, это мое мнение, опять же, может быть, я не права, опыт работы на промышленных производствах, где объединяется весь мир, для них уже подсознательно мир был достаточно един. Они разошлись с фронтов, так и не поняв, зачем нужно делить этот поделенный мир. То есть относительно, как бы, ну, разошлись с фронтов, разобравшись по классам. И самое интересное, что наиболее жизнеспособным и важным стал средний класс. Как бы мы там не говорили про пролетариат, там еще что-то такое, фигня, пардон за выражение. Пролетариат у него, как повышение заработной платы и сокращение рабочего дня, больше он ни о чем не думает. Средний класс всегда думает о том, как он будет жить и что он будет делать дальше на своем маленьком уровне, или как он будет воспитывать детей, во всяком случае. То есть это для него жизненно важно. Все 20-е столетие это показало. Вот когда фашисты предложили возвращение назад за определенную плату среднему классу, то есть они предложили, что есть хороший выход из положения. Этих перестрелять, этих за решетку, эти будут работать, а эти придется умирать. И на самом деле мир был к этому готов, с одной стороны. Мы этого просто сейчас не понимаем. В концлагере японском отдельно сидели американцы с черным цветом кожи и белым цветом кожи, потому что они рядом не ели. То есть это были офицеры, которые рядом не садились за стол. То есть это был тоже абсолютно медицинский факт. Но люди выходили биться, и они понимали, что у них другого выхода нет. То есть они выходили биться за свое будущее, за то, чтобы мир стал единым, чтобы этого не было. И он в 20-м столетии, поверьте, он стал единым. Я это видела. То есть я выросла в стране, которая прошла колониальное господство Англии, в Бирме. И я знаю, что это такое. Я знаю, что это такое, когда человек второго сорта. И когда... Это не слова. Это на самом деле то, за что стоило биться. То есть это вот как бы не понаслышке. Меня воспитывала женщина-берманка, да, Флорис. И вот я как бы сама видела, что это то, что не должно быть. Это как бы такой как-то жизненный опыт. Я знаю, насколько люди были благодарны нам, России. Когда Советский Союз такой разный, национальности были разные. Над нашими братскими могилами нельзя было поставить ни креста, ни полумесяца, ни звезды давета. Единственное, что можно было поставить, это вечный огонь. Потому что мы были очень разные. Но мы сражались заодно. Мы были, вот, ну, мои предки, они были священнослужители, например, да, как это тут. Люди, которые были из, там, рабочих и крестьян, которые проповедовали коммунизм, они тоже были, да. И вот что объединяло этих людей? Почему они стали вдруг такими монолитными? И это самое интересное, что это не защита даже своего государства, хотя оно, конечно, присутствовало. Это была борьба за жизнь. Я своим студентам показываю очень такие яркие картинки, тоже посмотрите в интернете, как подписывается капитуляция Первой мировой войны, как подписывается капитуляция Второй мировой войны. То есть это вот фотография говорит обо всем. Первая мировая война, они так вышли, покурили. Ну, там эта Селезия отошла, туда. Ничего. И Вторая мировая война, когда у людей неподдельно они ждут, когда подойдет вот эти, вот те. То есть это вот, ну, понимаете, дело все в том, что, и, конечно, конечно, никому из нас не нужен ни терроризм, мы не хотим так жить, мы вот средний класс, мы не хотим так жить. Мы не хотим жить, когда наши улицы заполняют мусор, мы тоже просто не хотим так жить. И чем дальше, это становится более ясно. Но самое страшное, что те, кто приносит этот человеческий мусор, и я уверена, среди иммигрантов, которые приехали, они тоже очень разные. То есть они не могут вот так вот ордой как, да, там, прийти и захватить Китай. Такое уже прошло. Хотя они тоже были наверняка разные. То есть вот есть и такие, и такие. И вот этот вот человеческий мусор, который все это будоражит и сжет, он очень страшный, и он сопротивляется страшно. Потому что он хочет вернуть назад. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ